Всем привет дорогие друзья, с вами Бэннет, приветствую вас на своем лайв-канале. Приехал сегодня на внедорожное соревнование впервые в жизни. Это вступление я взял из видео, которое я выкладывал на лайв-канале, снятого прямо на месте проведения этого события вечером за день до его начала. Я приехал туда специально заранее, чтобы со всеми познакомиться, потусоваться и переночевать в палатке, что очень люблю. Открытие мероприятия состоялось на следующий день в 10 утра. Итак, что же это за такое мероприятие «Хозяин леса»? Это GPS-ориентирование на местности и лучше всего о правилах расскажет непосредственно один из организаторов, а именно создатель клуба Денис Базанов, он же Леший. Всем добрый день, рады вас видеть на традиционном трофе-ориентировании «Хозяин леса», у вас ожидает сегодня 49 точек, было 50, но одну точку сегодня проверяли, ее украли нехорошие люди. Точки такого только цвета, другие точки там желтый, зеленый брать не надо, тут много точек в этом районе разбросано, кто-то проводил, видимо, ранее соревнования. Соответственно, на точке рука, на автомобиле либо рука, либо нога. Традиционно, помимо обычных точек, вам надо будет найти Леших. Леший – это такой интересный персонаж, который скрывается в лесу, и вам его надо будет обнаружить. Их будет два. Они будут действовать в определенный интервал времени. Три пеших точки и два леших, то есть у вас получается пять пеших точек. Ну здравствуй, милый человек, джипер. А ты знаешь, что клубу Леший в этом году исполнилось 15 лет? И сегодня проходит мероприятие «Хозяин леса», и вот в этих вот владениях они должны поймать Лешего, даже двоих. Их участников будет ждать сюрприз. А какой? Все узнаете на финише. В общем, участников ждал еще один опциональный квест. Его суть в том, чтобы найти в Чищобе одного из двух так называемых Леших. Организаторами выдавалась примерная GPS-координата, вокруг которой в квадрате 50 на 50 метров и обитал Леший, то есть один из переодетых организаторов клуба. Последний должен будет поставить на руку участника метку печать Лешего, что добавит очков при общем подсчете. Получили клеймо. Теперь они на веки жиперы клейменные. Далее Леший дает участнику какую-либо подсказку, призванную облегчить его маршрут. Ко всему прочему, Лешего необходимо было задобрить, преподнеся ему какие-нибудь символические, ну, смотрение участника, конечно, подарки. В общем, квест был веселым. Все проходило в очень дружеской и непринужденной атмосфере. Практически все участники нашли Лешего, все сделали с ним памятные фотки и задарили его различными приятными ништяками в виде шоколадок, сувениров и прочих мелочей. Я показал только небольшой фрагмент выступления организаторов перед участниками, потому что целиком весь спич будет действительно интересен лишь тем, кто участвовал в данных соревнованиях. Весь снятый мной материал, без монтажа, как есть, я залил в облако и передал ссылку организаторам, чтобы они, в свою очередь, могли поделиться материалами со всеми участниками этого прекрасного мероприятия. Здесь же, на своем канале, я лишь кратко делюсь с вами моими впечатлениями. Возможно, благодаря этому клуб Леший 4х4 приобретет новых друзей и участников различных заездов и покатушек. Также хочу отметить, что это не просто спонтанная покатушка, типа все собрались и куда-то поехали. Это официальное мероприятие, оформленное по всем правилам, согласованное с администрацией района, с леснадзором и другими государственными органами со всеми, с кем положено согласовывать подобные события. Сейчас хочу предоставить слово Пасахунскому Ольге Валерьевне. Добрый день всем присутствующим. Очень рада приветствовать вас от лица администрации Богородского городского округа на нашей очень гостеприимной Богородской земле. Ну что хочу пожелать? Прежде всего, хорошего времяпрепровождения, чтобы у каждого была своя победа, чтобы вы нашли все точки, включая Леших, и, конечно, желательно, без травм. Всем удачи! И сейчас разрешите в вашем присутствии благодарностью администрации Богородского городского округа наградить или благодарность вручить коллективу российского внедорожного клуба «Леший» руководитель Базанов Денис Викторович за развитие автомобильного спорта на территории Богородского округа и в связи с 15-летним со дня образования. Также мы хотим передать слово директору Ногинского филиала «Мособлллес» Каширкину Геннадию Вячеславовичу. Всем привет! Очень приятно всех вас видеть здесь. Как Ольга Валерьевна сказала, без травм у каждого своя победа должна быть. Но от лица нашего коллектива казенного учреждения «Мособлллес» я хочу поблагодарить вас, что вы проводите эти мероприятия на землях Гослесфонда нашего филиала. Спасибо за то, что вы поддерживаете чистоту, помогаете нам убирать то, что оставили нехорошие люди, скажем так. Я приветствую все эти начинания ваши. Спасибо большое, а тем более, когда вы помогаете нам еще и в патрулировании этих мест. Спасибо огромное. И разрешите мне также вручить почетную грамоту за оказание содействия патрулированию наших лесных массивов Базанова и Иису Игоревичу. Для участников было отведено отдельное место, откуда начинается старт. Каждый экипаж сам решает, к какой именно точке он поедет в первую очередь. И вообще, пилот и штурман самостоятельно рассчитывают свой маршрут, исходя из полученных от организаторов GPS-маркеров. Всего их было, если мне не изменяет память, 47. Почему же я не участвовал? Во-первых, мне было банально лень. Да, именно лень, потому что было очень жарко и мне не хотелось носиться по карьерам целый день, потея в УАЗике. Хотя данные покатушки и назывались «Хозяин леса», львиная доля точек на маршруте находилась в песчаных карьерах, преодолеть которые, к слову, было не легче, чем рубиться в хорошей грязи. Песок только с виду выглядит добрым и легким. На деле же завязнуть и забуксовать в нем очень просто. В конце концов, моя цель была просто посетить данное мероприятие, познакомиться с ребятами и вообще понять, как именно проводятся такие покатушки, потому что я приехал на подобное организованное соревнование впервые. Конечно, я не остался в стороне и тоже проехался по некоторым отрезкам общего маршрута. Просто делал это в удовольствие, без фанатизма, не спеша и ни с кем не соревнуясь. Надо признать, опыта вождения мне очень не хватало. И прежде чем где-то участвовать, мне нужно побольше ездить на своем УАЗике в какие-нибудь сложные места, чтобы вообще понять и прочувствовать, где и как лучше преодолевать различные типы препятствий, будь то грязь, вода или песок. В течение всего этого лета я часто выезжал на природу как раз с целью получить опыт и практику, которые, несмотря на мое уже довольно длительное владение УАЗиком, мне так не хватало. Я штурмовал различные лужи, ехал по неровному рельефу, пытался почувствовать, как ведет себя мой автомобиль в этих естественных для него условиях. Возможно, через какое-то время я почувствую готовность не просто наблюдать, но и участвовать в подобного рода заездах. Но пока, к сожалению, этот час еще не пришел. И если в силах и надежности своего доработанного УАЗика я практически не сомневаюсь, то в собственной квалификации я все еще испытываю значительные сомнения. Лагерь организаторов располагался на берегу небольшого, но чистого озера с прекрасным песчаным пляжем и заходом в воду. Вода была теплая и недостатка желающих искупаться не было. С погодой очень повезло и в течение всего времени светило солнышко и было очень тепло. Это были те редкие, прекрасные и по-настоящему летние деньки, которых было так мало за прошедшее холодное лето. Вся большая туса весело общалась, жарила шашлыки, а кто был без руля, так сказать, за компанию, налегал на пиво. Громко и чисто играла музыка. Организаторы озаботились полевой аппаратурой для создания хорошего бэка участникам. В общем, все было очень здорово. Собственно, это все мои впечатления, если вкратце. В качестве небольшого отчета, думаю, будет вполне достаточно. К сожалению, материала с покатушек было совсем немного в связи с тем, что это был не централизованный заезд и участники собирали свои точки вне зависимости друг от друга. То есть я снял только то, что было рядом со мной там, где я катался сам. Лично мне все очень понравилось, скажу больше, я был в полном восторге. Теперь я железно уверен, что это далеко не последнее подобное мероприятие, посещенное мной, а наоборот, лишь начало моего вхождения в тусовку единомышленников по преодолению бездорожья. Ну а на этом все. Если видео понравилось и в целом зашел подобный формат, не пожалей лайк. Это помогает продвигать как это видео, так и в целом весь мой канал. Непременно не забудь подписаться, если до сих пор этого не сделал или наткнулся на мой видос случайно. Ведь помимо выпусков про УАЗ у меня вы найдете совершенно разносторонний контент. Например, подробнейшие уроки по обработке и монтажу видео, работе в 3D-пакетах и многое-многое другое, не менее интересное. Ну а с вами был Беннет, будьте в курсе, друзья!